Как же все-таки так получается, что иногда мы слушаем долгую речь и ничего не понимаем? Или внимательно читаем книжку или каталог, и тоже ничего не остается в голове? А иногда словно бы пули летят нам в голову. Нам достаточно посмотреть несколько секунд видео, мельком пройти мимо билборда, или нам достаточно посмотреть листовку одну секунду, а мы уже все поняли. Пули прилетели нам в голову. Смысловая пуля – это прием, когда совмещается правое и левое полушария мозга, когда логика скрещивается с образным мышлением. Иными словами, фотография или видео, или рисунок, или иллюстрация совмещается с коротким текстом и заголовком. Именно тогда вы за одну миллисекунду мгновенно понимаете то, что вам нужно понять. Ах да, чуть не забыл. Есть еще одна очень важная и очень тонкая штука. Ее мы называем метасообщение. Метасообщение – это то, что идет между строк, то, что вы в итоге понимаете. Не то, что мы хотим сказать, а то, что вы в итоге воспринимаете, и что остается у вас в голове. Ну, например, мы показываем штрих-код, мельком, в одну секунду, а вы достраиваете в своей голове, что у нас все упорядочено. Или, например, мы вдруг показываем низкое качество дизайна, и мы не хотели, но вы понимаете, что у нас нет вкуса. Как бы есть первый слой, который вы видите внешне, есть внутренний, который всегда стоит за. И вы не можете его игнорировать. То есть вы всегда доносите между строк смысл и информацию. Даже если вы это не хотите. Иногда получается донести совсем не то, что мы имели в виду. Вы хотите сказать, что мы молодцы, а кажется, что вы хвастаетесь. Мы хотели сказать, что у нас все довольны и идут к успеху, а на самом деле считывается, что вам просто нечего сказать. Вы говорите свои цифры про 50 тысяч довольных клиентов, а мета-сообщение говорит «Я врун». Поэтому мета-сообщение – это вопрос, что, как вы думаете, не вы говорите, а что слышит тот, кто вас слушает.